На повестке дня немаловажной информации, но волнует абсолютное большинство, какие ограничения будут действовать в городе и регионе. Для начала пару слов о том, как мы пришли к ним. Последнее время неустанно бьем все новые рекорды. Если быть точнее, антирекорды. В регионе за прошедшие сутки зарегистрировано 903 человека с подтвержденным тестом на COVID-19. В Краснодаре также не самая маленькая цифра. 421 инфицированные за последние 24 часа. Таким образом, зона свободная от COVID-19. С понедельника попасть в торгово-развлекательные центры региона будет возможно только при наличии QR-кода или справки о медотводе. Эти же документы потребуют для посещения спортзалов, фитнес-центров, бассейнов, а также предприятий сферы бытовых услуг и розничной торговли. Такое решение было принято в ходе заседания оперативного штаба, которое сегодня провел губернатор. Под ограничения не попадают аптеки, магазины товаров первой необходимости и продовольственные магазины. Либо вакцинируйся, либо останься дома и закажи доставку. С 30 октября в рестораны и кафе курортных городов в Крае пускают только с QR-кодом. Так ли это? Мы решили провести эксперимент. Вы только по QR-кодам хотите? Да. Либо по ЦРТ с действующим. Наша съемочная группа посетила пять кафе-ресторанов в Сочи. Без документов, дальше порога, администраторы нас не пропускали. Однако, как только мы показывали код, любезно провожали к столу. Где бы вы хотели расположить сегодня? Я террасиваю в саду. Уже сегодня QR-коды требуют во всех кафе и ресторанах Края. На курортах документ также понадобится для входа в торговый центр. Ограничительные меры региональные власти принимают, наблюдая за эпид-обстановкой. Сейчас она ухудшается. Последняя неделя ставит антирекорды. Понятно одно. Ситуация требует оперативных действий, чтобы прерывать цепочку распространения вируса. О новых ограничениях говорили сегодня на заседании оперативного штаба. За последний месяц в Крае прирост числа заболевших увеличился почти в три раза. Кривая достаточно упорно идет вверх. Коллеги, но пандемию победить мы можем только все вместе. Мы держим ситуацию под контролем, но понимаем, что нужны дополнительные мероприятия. Еще раз подчеркиваю, не меры ограничительные, а мероприятия, которые нам позволят эту траекторию роста вверх заболеваемости ковидом половать на траекторию вниз. И мы стоим на пороге, еще раз подчеркиваю, новогодних праздников. Поэтому если не предусмотрим новые мероприятия, дополнительные мероприятия по защищенности, еще раз подчеркиваю, населения края от ковида, то в конце января цифры могут быть совсем другие. Чтобы не допустить очередного всплеска в ковидных сводках, защитные меры губернатор предлагает обводить там, где люди плотно контактируют, например, в торговых центрах. Предлагаю ввести посещение торгово-развлекательных комплексов в целом по Краснодарскому краю только при предъявлении QR-кодов для восправки о методводе. Еще раз подчеркиваю, во всех муниципальных образованиях Краснодарского края. Пожалуйста, Амеля Александровна, подчеркиваю. Вячеслав, я вас здесь полностью поддерживаю. Большое спасибо. Анна Алексеевна. Да, поддерживаем Вениамин Иванович с учетом того, что у нас с оговоркой, что у нас есть в нескольких торгово-развлекательных центрах пункты вакцинации, но мы здесь проработаем отдельно. Спасибо. Пожалуйста, мэр Сочи. Поддержим ваше решение. Коллеги, тогда решение принято. С 22 ноября этого года посещение торгово-развлекательных комплексов в целом во всех муниципальных образованиях Краснодарского края возможно только при предъявлении QR-кода и по справке о методводе. Теперь QR-код или справку о методводе нужно будет показывать при входе в торговые центры по всему краю. Такие же требования сохранят для посещения мест общественного питания. Зоной, свободной от коронавируса, станут фитнес-центры, спортивные залы и бассейны. Зайти в химчистку или парикмахерскую без прививки тоже не получится. Меры вводят с 22 ноября по 18 января 2022 года. Предлагаю посещение всех предприятий сферы бытовых услуг и объектов розничной торговли, за исключением аптек и магазинов с товарами первой необходимости. Так же только при предъявлении QR-кодов либо справки о методводе. Мария Александровна. Я согласна, да. Пожалуйста, Александр Александрович. Поддерживаем. Почему я вас спрашиваю? То есть вы тот, кто отвечает за бизнес, малый, средний. Ну и подход должен быть один тогда ко всей потребителям. А вот подход один вы должны обеспечить. Никому не дать вот такое кривое конкурентное преимущество. Либо нелегальное конкурентное преимущество. Все должны работать в одинаковых условиях. В одинаковых. Исключение аптеки, магазины с товарами первой необходимости и продовольственные магазины. Для всех других правила одни. Мне сейчас докладывают, уже в интернете бурно обсуждают то, что мы делаем. И вот возник вопрос. Предприятия досуга вроде как в интернете обсуждают, что они не попали под тот перечень. Знаете, как бы мы очень последовательны. Последовательное не время. Я с уважением отношусь и к собственникам, и к управляющим, и к персоналу досуговых учреждений и предприятий. Но, коллеги, давайте для начала победим эту ситуацию. Победим. И потом все откроем. Снова откроем. И нам главное посетителей не потерять. Посетителей не потерять. Вот что сейчас намного важнее того, чтобы просто открыться. Меры строгие, но крайне необходимы из-за сложной ситуации с коронавирусом. Да, темпы вакцинации выросли. Сейчас в крае прививается до 15 тысяч человек в сутки. Люди, кажется, начали понимать, насколько коварен вирус. Он не щадит даже маленьких детей. Это обязательно. Я считаю, что это необходимо. Я переболела. А сейчас заканчивается срок, и я уже взяла документы, чтобы заполнить, чтобы сделать прививку. Всем надо прививаться, чтобы меньше была болезни. Я положительно отношусь к этому. Пусть будет. Пусть люди вакцинируются. Стараются снизить порог заболеваемости. Прививку уже поставили работники тех сфер, для которых предусмотрена обязательная вакцинация. Согласно постановлению главы Краевого управления Роспотребнадзора Марии Потемкиной, ей также подлежат и госслужащие. На заседании предложено ввести QR-коды при входе в здание органов власти и местного самоуправления с 15 декабря. Мера коснется только сотрудников администрации. Предлагаю рассмотреть возможность допуска в здание государственных органов и муниципальных органов только при наличии QR-кода о вакцинации, о перенесенном заболевании, либо медицинском отводе. Абсолютно верно. Коллеги, мы должны начать с себя, в том числе с людей, которые работают в администрации края, в администрации муниципальных образований, в государственных ведомствах. Вот они уже точно должны быть вакцинированы, поэтому я с вами максимально согласен. Вход в здание для государственных и муниципальных служащих во все, еще раз подчеркиваю, органы государственной власти и управления и муниципальные органы власти и управления только для вакцинированных при предъявлении QR-кода. Либо справки о медотводе, либо справки о перенесенном заболевании. QR-коды понадобятся в театрах, музеях и на спортивных мероприятиях. Их снова открывают. При этом они по-прежнему будут работать при заполняемости зрительных залов не более 50%. Когда регион сможет вернуться к нормальной докоронавирусной жизни, зависит от каждого из нас. Вакцины хватит на всех. Главное не откладывать прививку. Ведь в переполненных реанимационных отделениях, на аппаратах и ВЛ в огромной опасности сейчас главным образом те, кто просто не успел вакцинироваться. А уже о проделанных дорожных работах также стоит упомянуть. На улице Московской уложили более 3,5 тысяч метров нового трамвайного полотна. В ночь с 17 по 18 ноября ветка удлинилась на 75 метров. Сейчас специалисты выполняют балансировку путей и сваривают стыки рельсов. В департаменте транспорта заявили, что работы на Московской идут по графику. На участке уже завершилось устройство подпорной стены. Изот второй этап строительства подземных пешеходных переходов. Новая линия в целом готова на 70%. До 2030 года в Краснодаре планируется проложить 64 километра трамвайной сети на шести участках. О развитии общественного транспорта в краевой столице в день вступления в должность главы города, говорил Андрей Алексеенко. Он отметил, что в Краснодаре необходимо запускать городские электрички, скоростной трамвай и новые виды экологичного транспорта. В Краснодаре планируют построить четыре школы с участием частного застройщика. С ним будет заключено концессионное соглашение. Возможность подписания договора между муниципалитетом и компанией-концессионером обсудили сегодня на рабочем совещании под руководством главы города. Андрей Алексеенко подчеркнул, что условия должны быть выгодны и для краевой столицы. Краснодар механизм использования концессионного соглашения применяет впервые. Дефицит мест в школах у нас составляет 75 тысяч. Цифра грандиозная. Ее не надо бояться. Ее нужно называть честно. Строить планы и принимать реальные действия к решению этой проблемы. Есть ряд инструментов, с помощью которых мы эту проблему решаем. В том числе это инструменты, это концессии. Концессию предполагается заключить с компанией, которая уже имеет опыт государственно-частного партнерства. Сейчас в городском управлении инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства прорабатывается текст соглашения. По условиям концессии до конца 2024 года в Прикубанском округе планируют построить 4 школы по 1100 мест каждая. О развитии столицы Кубани мы говорим нередко. И сейчас хочется продолжить эту тему. На днях мэр города Андрей Алексенко объявил о разработке нового стандарта озеленения Краснодара. В его основе высадка быстро растущих пород лиственных и хвойных деревьев, которые станут крупными уже через 2-3 года. А также научный подход в уходе за ними. В следующем материале подробно разберем проблемные места в краевой столице. Узнаем, почему важно благоустраивать город. Какие работы уже начали проводить, а какие в планах для достижения статуса одного из самых зеленых городов страны. В Краснодаре общая площадь зеленых насаждений превышает 1050 гектаров. В городе работают 15 предприятий озеленителей. Ежегодно высаживается около 750 тысяч однолетних растений, 510 двухлетников, 290 тысяч луковичных растений, 25 тысяч кустарников роз и деревьев и 10 тысяч многолетних растений. Но этого все еще недостаточно. Город быстро развивается и строятся новые микрорайоны, в которых так не хватает зеленых зон. Начинаем масштабное озеленение Краснодара от центра до спальных районов с опорой на быстро растущие породы деревьев. Необходимо максимально высаживать крупномеры, которые станут полноценными деревьями, дадут нужный эффект не через 10 лет, а уже через 2-3 года, отметил Андрей Алексеенко. Такого мнения и жители краевой столицы. Центр города зеленый. Там много деревьев, кустов и цветов. А вот что касается новых микрорайонов, то в них природных ландшафтах не хватает. Я думаю, все районы, которые новостройки, там нужно тоже озеленять. Центр зеленый, красивый, а окраины нужно озеленять. Конечно, город изменился в последнее время. Нашего прекрасного парка, который был обустроен замечательной инфраструктурой, но на это не стоит останавливаться. Я считаю, что нужно озеленять наш прекрасный город и далее. Однозначно надо озеленять нашу территорию, придомовую территорию, потому что это места отдыха наших детей, наших внуков. И сами мы получаем большое удовольствие, когда рядом зеленые растения. И вообще, я думаю, что строительным компаниям нужно вменять благоустройство какое-то, чтобы не просто подписывали акты госкомиссии, а еще в плане строительства были озеленения, чтобы где было людям, которые там проживают, гулять с детьми, семьями. Поэтому про все это нужно думать. Экология города направлена в первую очередь на защиту человека от окружающей среды. Климат стремительно меняется. Краснодар располагается в умеренном климатическом поясе, имеет черты субтропического типа. Зима мягкая, а лето достаточно жаркое. Именно поэтому озеленение должно быть не только эстетическим, но и практичным. Наличие растительности как таковой, эстетически привлекательный облик города. И, разумеется, это влияние на климат, потому что под средой, прежде всего, понимается физическое состояние, атмосфера и так далее. В этом смысле озеленение колоссальную роль играет в формировании, во-первых, химического состава воздуха. Нам надо защищать человека на всей продолжительности его, на всех сценариях. То есть, когда человек идет на работу, когда дети идут в школу, когда дети возвращаются из школы, когда человек идет в магазин. То есть, на всех этих территориях должно быть озеленение, должна быть защита человека. И комплексный подход подразумевает, в первую очередь, взаимодействие всех департаментов. Только общие приоритеты позволят нам полностью формировать то озеленение, которое нужно городу. Не только красивое, но и функциональное, которое бы защищало горожан от этого жаркого климата, добавила Алла Матвиец. Что нужно сделать, чтобы изменить ситуацию, и зелени в нашем городе стало больше, рассказала председатель общественного совета по озеленению Елена Шувалова. Кстати, встретились мы в одном из районов Краснодара, в котором явно не хватает зеленых зон. Мы планомерно шли к тому, чтобы Краснодар вошел в пилотный проект Минстроя по созданию водно-зеленого каркаса города. Это системная работа, которая должна помочь городу, во-первых, вернуть деревья, во-вторых, выстроить правильную систему, которая позволила бы правильно создавать зеленые общественные пространства в нужных местах с нужным подбором деревьев, для того, чтобы все это влияло правильно на здоровье горожан, в первую очередь, и на микроклимат, и на экологию, и чтобы вообще становилось в городе жить приятнее. Вы можете посмотреть сейчас вот эти палисадники, которые вот здесь вот сейчас мы видим, дороги, шины, запущенную территорию. Раньше такого не могло быть в Краснодаре. Это были ухоженные палисадники, на которых росли деревья, чаще всего фруктовые, потому что казаки были люди такие хозяйственные. Главная задача сейчас – это возвращение зеленых традиций, зеленой идентичности Краснодара. Традиции садоводства, цветоводства, которые всегда были в нашем городе. А решить ее мы можем только вместе. Анастасия Глазкова, Дмитрий Кислицын, Анастасия Федяйтель, компания «Краснодар». На Кубани продолжаются кадровые назначения. Новым министром физической культуры и спорта окрая стал бывший депутат городской думы Краснодара Серафим Тимченко. Он является чемпионом мира и России по универсальному бою, призер и победитель всероссийских состязаний по рукопашному бою. Серафим Викторович родился в городе Усть-Слабинске. Окончил факультет психологии Академии права и управления Министерства юстиции Российской Федерации в Рязани. В 1997 году поступил на службу в МВД, окончив ее в звании майора внутренней службы. В 2006 году прошел профессиональную подготовку в Кубанском государственном университете по программе «Финансы и кредит». Теперь в должности руководителя спортивного ведомства «Край» Серафим Тимченко планирует активно развивать систему единоборств и федеральный проект «Самбо в школу». День рождения отмечает сегодня Кубанская избирательная система. 27 лет назад в регионе прошли выборы. Жители Кубани голосовали за кандидатов в Краевое законодательное собрание. С тех пор в регионе провели сотни выборов. Сейчас их организации. Тут занимаются 33 тысячи специалистов. Благодарим тех, кто работал в избирательной системе и работает, но и те, кто оказывал и оказывает содействие. Мы всегда говорим, что это праздник всех, кто задействован в подготовке организации выборов. А это большой коллектив людей, большое количество органов, организаций, органов местного самоуправления. Это, конечно, в конечном итоге праздник наших избирателей, которые активно всегда принимают участие в выборах. Эта работа тяжелая, сложная. С тех пор, как я лично познакомился с этой работой, уже прошло свыше 10 лет, конечно, нагрузка растет, запрос людей растет. Но самое главное, что не падает качество работы Краевой избирательной комиссии, территориальной избирательной комиссии. Под нынешним руководством, при поддержке губернатора края, большим слаженным коллективом, работа также профессионально нас будет вести. Наша избирательная система постоянно адаптируется, приспосабливается к изменяющимся условиям и законодательным, и практическим, и показала свою полную дееспособность. Полагаю, что все мы понимаем в этом значительный вклад ветеранов службы, которые, собственно, и формировали ее в 90-е, в нулевые годы. Системная работа, которая проводилась все это время, позволяет избирательным комиссиям Краснодарского края проводить кампании на высоком организационном уровне. Хорошие знания учащихся, общая забота государства и общества. Но не только в качественном образовании нуждаются ребята, но и в условиях, которые этому способствуют. К примеру, благоустройство школьных дворов и оснащение учреждений необходимой техникой. В такой работе школам и детским садам помогают краснодарские парламентарии. Об этом наш следующий сюжет. Ранцы за плечами, хорошее настроение, беседа с одноклассниками, ребята идут на занятия. И чтобы этот путь стал безопаснее и комфортнее, ежегодно краснодарские парламентарии выделяют средства на ремонт тротуаров. Так, по поручению председателя Гордумы Веры Галушко, привели в порядок тротуар по улице Коллективной, ведущей к 78-й школе. На его строительство по программе наказов избирателей депутат Роман Баранов выделил необходимые средства и выполнил главную задачу – завершение ремонта к началу учебного года и началу сезона дождей. Раньше у нас по улице Коллективной был узкий разбитый тротуар, тротуарная дорожка, которая вела к школе 78-й. Люди обращались и просили, чтобы сделали ремонт. Нам вот депутат Роман Михайлович сделал тротуар намного шире, намного комфортнее, чистота, порядок. В нашу школу ходит довольно-таки большое количество детей. Ходили по лужам, а сейчас будут ходить по прекрасной асфальтовой дорожке. Асфальтируют парламентарии не только дорогу к школе, но и помогают с ремонтом на территории образовательных учреждений. Так, в 71-й школе по просьбе её руководства Роман Баранов помог с частичным асфальтированием школьного двора, а также выделил средства на приобретение оргтехники и звукового оборудования в актовый зал. На средства выделены депутатским корпусом. Школой приобретена оргтехника для административного корпуса, что очень облегчает работу при подготовке документов, при осуществлении сетевого взаимодействия. Кроме того, осуществлен ремонт асфальтового покрытия. Естественно, это большой плюс в рамках осуществления безопасного пребывания детей в школе. Не только для школьников, но и для ребят помладше благоустраивают территорию учреждений. В детском саду номер 136 отремонтировали покрытие площадки одной из групп. Ранее здесь специальная отсыпка пришла в негодность и стала опасной для детей. В минимальные сроки выровняли поверхность игровой зоны и уложили резиновое покрытие. Для нас, как для родителей, безопасность детей превыше всего. Изначально на детской площадке было покрытие ГПС. То есть это камни в перемешку с песком. Дети бегают, играют, развиваются, они падают, спотыкаются, у них ссадины от этого. Нам очень важно было, чтобы на нашей площадке было более ровное покрытие. В планах у депутата выполнить в дошкольном учреждении еще ряд работ. Поступает очень много обращений. Конечно, я в первую очередь стараюсь отдать предпочтение обращениям, связанным с детьми. Вот сейчас мы находимся в 136 саду, в котором в этом году мы отремонтировали несколько детских групп, санузлы и покрытие на детской площадке. Сделали его резиновым. Мы находимся около теневого навеса, который находится в данный момент в аварийном состоянии. На будущий год мы уже запланировали его ремонт, для того, чтобы дети будущим летом уже смогли безопасно находиться в этом теневом навесе. Ключевой момент депутатской работы – прием граждан, а совместный прием – форма традиционная. Так проблемы жителей решаются оперативнее. Каждый вторник депутаты Наталья Альшева и Роман Баранов встречаются с жителями 32-го избирательного округа. Вопросы разные, помочь каждому – главная цель парламентариев. Первые вопросы – это школа, это садики, это поликлиника. Это наша боль на нашем округе сейчас. Самое главное, стало меньше вопросов, которые бы там по ЖКХ. Бывает, что люди приходят не только за советами. Бывают, люди приходят и с благодарностями. Бывают, люди приходят просто поговорить. Всякое бывает. Бывает, советы людей нам дают. А вы видели, что у нас делается? А вы смотрели, что вот там происходит? А давайте сходим вот туда, посмотрим, потому что, может быть, вы там не знаете этой проблемы. Несомненно, такое взаимодействие между избирателями и депутатами – верный путь для решения самых сложных и самых первостепенных задач. Оксана Ехимович, Андрей Токмаков и Александр Сенников, телекомпания «Краснодар». Идем далее. Жители краевой столицы ожидают, как изменится жизнь города после оглашения итогов Всероссийской переписи населения. Можно с уверенностью сказать, что результаты опроса критически важны для Краснодара и необходимы. Для обоснования государственных вложений и инвестиций в развитие транспорта, строительства социальных объектов, создания и модернизации инженерной инфраструктуры. Финансирование вот этого огромного городского организма, оно осуществляется исходя из числа жителей. Поэтому и те нормы финансирования, которые могут быть заложены на развитие инфраструктуры города, на строительство социальных объектов, они, конечно, должны соответствовать реальному числу жителей. Статистики наблюдают существенную разницу с результатами предыдущей переписи, которая состоялась 11 лет назад. Число краснодарцев выросло как минимум вдвое. Мы видим, что за последние, наверное, 10 лет Краснодар прочно вошел в число лидеров по привлекательности внутренней миграции. Мы на втором или на третьем месте в стране. И нужно понимать, что число жителей у нас не будет становиться меньше, мы этой привлекательностью продолжаем обладать. Поэтому здесь нужны какие-то очень серьезные, долгосрочные, стратегические и в то же время достаточно быстро реализуемые проекты, связанные с развитием города. По итогам переписной кампании Краснодар может приобрести статус одного из крупнейших городов России. К другим темам вечернего выпуска новостей. В Краснодаре прошло краевое родительское собрание в онлайн-формате по вопросам подготовки к государственной итоговой аттестации 2022 года. Напомним, допуск к ЕГЭ – это положительный результат итогового сочинения, которое состоится 1 декабря. В случае незачета или неявки выпускники смогут переписать работу 2 февраля и 4 мая 2022. Уже сегодня на сайте Федерального института педагогических измерений учащиеся могут ознакомиться с пятью темами для итоговой аттестации. Основной период сдачи ЕГЭ следующего года – с 27 мая по 2 июля. Определиться с предметами ЕГЭ необходимо до 1 февраля. Специалисты отметили, что экзамены пройдут с соблюдением всех требований Роспотребнадзора. Экзаменационные помещения будут оборудованы антисептическими средствами и бактерицидными лампами. Маски и перчатки по усмотрению выпускника. Это не наше последнее такое родительское собрание. Мы запланировали уже в этом учебном году проведение как минимум еще двух. После новогодних наших праздников мы соберемся еще раз, где расскажем более подробно об особенностях выбора предметов, которые будут наши сдавать выпускники для выбора той специальности, которую он будет выбирать после окончания школы. Пригласим сюда ректоров наших ведущих вузов, которые ведут деятельность на территории региона, председателей приемных комиссий, которые расскажут об особенностях приемной кампании этого года. И в мае уделим особое внимание на таком же родительском собрании именно подготовке к нашей аттестации. На родительском собрании Краевом также обсудили права и обязанности участников и организаторов ЕГЭ. Особенность приема в вузы в 2022 году. Видеозапись собрания можно посмотреть на официальном YouTube-канале Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края. Также родители могут получить ответы на интересующие вопросы по телефону горячей линии ЕГЭ. Накануне крупнейшая аптечная сеть Кубани подписала соглашение с Министерством экономики Краснодарского края и региональным центром компетенции. Теперь фармацевтическая компания станет участником национального проекта «Производительность труда». Бережливые технологии благодаря проекту внедряют уже 157 кубанских предприятий. Сам по себе нацпроект уже показал свою эффективность. Мы за прошлый год подвели итоги, буквально на днях, порядка 8% прирост добавленной стоимости и производительность труда в целом по базовым и сырьевым секторам экономики. Это первая аптека в проекте. Ее персонал в рамках программы пройдет тренинги, чтобы научиться экономить время и генерировать рационализаторские идеи. Ускорение процессов и оптимизация являются неотъемлемой точкой роста. И без этих мер, без нацпроектов, возможно, у нас бы этого и не получилось. Программа обеспечивает формирование новой производственной культуры в нашей стране, а также стимулирует рационализаторство на предприятии, которое проводит к росту производства и экономии затрат. Наш регион в 2018 года реализует нацпроект. К концу 2024 года в программу должно быть вовлечено 248 кубанских предприятий. В Краснодаре состоялось заседание комиссии общественной палаты, на котором обсудили выплаты компенсации за самостоятельное приобретение инвалидами технических средств реабилитации. С докладом выступил Алексей Егоров. Он рассказал о сегодняшней ситуации. Проблема сейчас у нас заключается в том, что фонд социального страхования, не сопоставляя функциональные и технические характеристики данных средств реабилитации, оплачивает инвалиду их по минимальной стоимости в контракте. То есть, допустим, я купил протез за 350 тысяч протез голени, сдал все документы необходимые фонду, фонд посмотрел, оплатил мне по 150 тысяч за протез, не сопоставляя ничего не аналогичности, не технических и функциональных характеристик. Главная задача встречи общественников – найти решение проблемы, услышать мнения разных сторон. На заседании присутствовала замглавы города Лилиана Егорова. Она отметила, что инвалидам нужно давать те же возможности, которые есть и у обычного человека. Напомним, что сейчас компенсацию на технические средства реабилитации для инвалидов можно оформлять дистанционно на расходы за самостоятельную покупку и ремонт ТСР, за сурдоперевод, содержание и ветеринарное обслуживание собаки-проводника, проезд к месту нахождения организации, где происходит получение технического средства реабилитации. И напоследок. Йома в Швеции, Курнау в Финляндии, Ньян в Японии. В России свои эмоции и желания они выражают привычным для нас мяу – кошки. Разговор о них может быть бесконечным, как вселенная. В каждом обитаемом ее уголке на планете Земля найдется место для них. Об одном из таких мест в Краснодаре расскажет наш специальный корреспондент Италь Молчанов. Кошки не ходят с троем. У кошек нет документов. Им не нужна прописка и даже билеты в кино. Они сидят без работы или служат в числе агентов высших цивилизаций. Но чаще им все равно. Как инопланетяне с огромными зелеными глазами, они захватили наш мир, наши сердца и руки. Сдался на милость пушистой и житель Краснодара с кошачьей фамилией Александр Черкис. А своего агента высших цивилизаций назвал просто Ксюша. Я ее нашел на улице маленьким котенком. Сейчас ей 7 месяцев. Каждый день тренировки у нее. Она очень умная девочка. У сторонника активного образа жизни Александра и кошке достается своя часть физической нагрузки. Ксюша может, конечно, бесцельно гонять мух во дворе или лениво дремать в ромашках. Но она же умная девочка. Поэтому выполняет задачи, которые перед ней поставил человек. Преодолевает собранную из подручных предметов полосу препятствий, ныряет в трубу, ходит вверх вниз по лестнице. От вознаграждения, конечно, не отказывается. Чего бы это? Тыквам тоже найдется применение, если Ксюша захочет. Мысль пришла вот в чем. Собаку нам легко дрессировать. И люди вполне осваивают дрессировки собак. А вот освоить дрессировку кошки, это нужно приложить особое усилие, получить знания. Потому что кошка, она гуляет сама по себе. Есть же такая поговорка. Надо большое доверие между кошкой и хозяином, чтобы научить ее. Александр, у меня тоже есть кошки и есть кот, но я их ни разу не пробовал дрессировать. Расскажите, насколько это сложно или просто? Дрессировку надо начинать с маленького возраста. Желательно, чтобы она ощущала, что у нее один хозяин. В семье, где много детей, это труднее сделать. Кошка и кот – это разные существа. Кошка, она более эмоциональная, она более послушная. Кот… Как женщина. Да, да, несомненно. И причем в дрессировке всегда надо предпочитать разность полов. То есть, если я мужчина, то лучше поддается дрессировке кошки. Если вы женщина, берите себе кота. А Ксюше поздней осени он не нужен. У нее сейчас другая цель – присматривать за двуногим прямоходящим. За тем, кого кошке доверила вселенная. И соединять ее с человеком. Кошек, которым все равно, наверное, не бывает. Каждой нужен добрый человек, который накормит ее и почешет за ушком. А дрессировка – дело добровольное, к обоюдному удовольствию. Кошка Ксюша, Виталий Молчанов и Дмитрий Кислицын. Телекомпания «Краснодар». И вот на такой позитивной ноте могу сказать, что это все новости пятницы. Еще больше информации на нашем сайте и в мобильном приложении. Хороших выходных. Берегите себя и своих близких. И до скорой встречи на Главном городском.